Возможно ли каждому человеку управлять и чувствовать свое пси-поле? И как это достичь? Что делать? Кроме теоретических, есть ли практические применения? Также там не дается практически примеров, кроме некоторых примеров, которые я уже выставил на сайте, по одной простой причине, что в двух словах нельзя, во-первых, каждый человек это индивидуально, и работать уже с человеком индивидуально, и таких шаблонных методов, в принципе, невозможно. А некоторые варианты, которые может человек работать каждый, это всем интересно или это неинтересно? Интересно, да? Чтобы не получилось, что одному человеку интересно, это объясняю. Вот. Что можно делать? Можно уже сейчас, каждый человек может, допустим, пробовать и не теряться, считать, что он типа тупой, и ничего не получается сразу, потому что ничего сразу может не получиться, может получить сразу, может... Допустим, каждый человек может поставить свои руки друг к другу, одну ладонь на друг к другу и представить, что вот он пропускает потоки от одной к другу и направит от одной рукой к другу. Если человек достаточно чувствительный, если у него сразу есть такое, он может даже сразу почувствовать потоки, кто-то может даже не только почувствовать, увидеть и так далее, и так далее. Вот это... Есть очень хорошее упражнение, которое я могу сказать сразу, потому что я это упражнение взял из раджа-йоги, она действительно очень хорошее упражнение. В чем заключается? Допустим, чаще всего перед сном, лучше всего, когда вы уже можете, так сказать, расслабиться и так далее, лечь, желательно в темноте, чтобы было проще, расслабиться и представить, что ваша энергетика скапливается в солнечном сплетении. Ну, знаете, где солнечный сплетение находится вот здесь. Представить. И, так сказать, если вы добились этого, то вы почувствуете, как бы шарик, довольно тяжелый в этом области, больших или маленьких размеров. Добились? А теперь, ну, правда, для этого нужно вам изучить, как проходит энергетический канал внутри тела. И потом упражнение простое. Вот мысленно настраиваться на этот шарик и начинать двигать его из солнечного сплетения по меридианам тела. Ну, прочитайте, потому что это такое, чтобы не говорить. И доводить, допустим, на кончик одного пальца, возвращать обратно. Потом обратно сюда. И так прогонять по всем каналам руки и ног. Только не пускать, ну, никакой образом не нужно вести по переднему, заднему, среднему меридианам. Потому что проход через голову ни в копчик, ни в голову пускать шарик не нужно. Вот это упражнение, может, не сразу получится. Может, человек, собрал шарика, чуть повел, он рассыпался. Опять возвращайте, опять собирайте. В следующий раз продвините на полмиллиметра или миллиметра, или сантиметр, или десять дальше. Опять распадется. Это, может, сразу пройдет. И вот это упражнение чем хорошо? Тем, что вот когда вы учитесь управлять своей энергетикой, концентрироваясь в солнечном сплете энергетикой, вы учитесь управлять. Плюс вы, когда движете этот шарик по меридианам, вы прочищаете, очищаете. Потому что там, где оно распадается, обычно медиан забит. Поэтому вы продуваете трубы свои, так сказать, энергетические. Плюс управление добиваетесь, понимаете? И самое важное, именно чтобы добиться, чтобы шарик энергетический, который возник, при этом не распадался, не рассыпался до тех пор, пока вы не скажете, что для себя мысленно. То есть это важно не только, допустим, умение концентрировать энергетику. Важно еще, чтобы добиться, чтобы вы удерживали себя в определенном состоянии столько, сколько нужно. Потому что при реальных действиях, ну, если вот когда работа будет, нужно не только войти в состояние, а находиться в нем столько, сколько нужно. Потому что если вы не сможете удержаться в нужном состоянии, то вы можете погибнуть сами при этом, в дальнейшем. И погибнут могут другие, которые будут связаны с тем, что вы будете делать. Поэтому вот это простое упражнение из раджа-йоги, очень удобное, потому что оно позволяет одним упражнением бить нескольких зайцев сразу. Ну, вот то, что я сказал, между руками прогонять и так далее. Можно тоже пробовать чувствовать дерево, допустим, на расстоянии. И даже разные деревья научиться отличать по ощущению одно дерево от другого. Разные породы совершенно по-разному воспринимаются. И не только это, вы можете, приближаясь или удаляясь от дерева, найти точки, где максимально будете чувствовать реакцию от дерева и так далее. Вот такие упражнения можно делать сейчас. Они безобидны, но очень полезны.